Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Сегодня у нас в студии долгожданный гость, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Мухина Екатерина Борисовна. Здравствуйте! Здравствуйте! Рада вас, очень рада видеть в нашей студии. Екатерина Борисовна, наверное, многих рязанцев интересует спектр вашей деятельности. Чем вы занимаетесь? На что направлены ваши силы? О приоритетных задачах расскажите обо всем этом подробнее. Это наш первый и основной главный вопрос. Если говорить о приоритетных задачах, уполномоченных по правам ребенка в Рязанской области, то это соблюдение прав детей и восстановление уже нарушенных прав. Это моя задача, самая главная. Она очень большая, она очень объемная, потому что любую сферу взять, и обязательно присутствуют дети. Ну, любую буквально сферу. Образование, здравоохранение, культуру, спорт, дорожное строительство, экологию. Ну, что бы ни было, везде есть, в каждой сфере есть права детей. Вот я слежу за тем, чтобы они не были нарушены. А уж если нарушены, то тогда с привлечением определенных служб пытаюсь восстановить эти нарушенные права. Вот уже четыре с половиной года работаю, и каждый день у нас приходят люди. Каждый день. Каждый день мы получаем обращения. И ежедневно работаю с обращениями граждан. Это и на личном приеме, это письменно, это по телефону. Любой сигнал, который мне поступает о нарушении прав ребенка, я на него реагирую. Даже по телефону, не называя своего имени. Но если говорят, что вот за стеной ребенок неестественно плачет и по долгу, обратите внимание, мы тут же связываемся с комиссией по делам несовершеннолетних, и делаем с органами опеки и попечительства, и делаем все для того, чтобы проверить, каково же положение в самом деле. Действительно ли там ребенок страдает, или, может быть, соседка по какой-то причине сообщает. Ну, к примеру. Вот поэтому на любой сигнал мы незамедлительно реагируем. Будь то в Рязани, или же в любом самом отдаленном уголке нашей Рязанской области. Много ли обращается у людей-то вот сейчас? Вот знаете, если взять 2015 год, у меня поступило 1675 обращений. И 74 ребенка обратилось. То есть дети сами обращаются? Дети сами обращаются. За помощью для себя или для своих друзей и одноклассников? Значит, были случаи, в основном для себя, в основном. Были случаи, когда за подругу девочка приходила и ставила такую задачу, надо девочке помочь. Мальчик на приеме в Кораблинском районе пришел ко мне и говорил о том, что надо построить спортивную площадку. Я очень это оценила, потому что ребенок очень неравнодушный и совершенно такой болеет. За родной край. За родной край. И с главой администрации тут же обратилась, и площадка спортивная была сделана. Ну вот это был единственный случай. А в основном, конечно, приходят дети и говорят, а у меня нарушены мои права. Ну вот начинаем разбираться, в чем уже нарушены права. А меня заставляют дома убирать, готовить, понянчиться с младшим братом и дальше рассказывать. Ну, начинаю беседовать. Ну, разве это плохо, когда мама тебя научит и готовить, и пол помыть? Это же хорошо, ты приобретешь необходимые навыки, и жена тебя в будущем похвалит и скажет, как хорошо, что мама тогда тебя приучила к жизни, научила тебя элементарно ухаживать за собой. Вот он мне рассказывает, а я потом написал список маме, что эта уборка стоит столько-то, значит, макароны приготовила столько-то, с Артёмкой там сидел столько-то и так далее, и так далее. Я на него смотрела, и он говорит, вы мне должны помочь, так вот настойчиво. Я тогда ему говорю, ну вот давай с тобой рассуждать. А мама носила тебя под сердцем, плохо себя чувствовала. Мама родила тебя, и у тебя ты рос очень болезненным, наверняка дети все болеют. У тебя зубки резались, мама ночью не спала и переживала за тебя. Сейчас ты учишься в школе, и она переживает, каковы твои успехи. Ты когда-нибудь наверняка задержался и комендантский час нарушил. И мама готовит, убирает, и ни копейки с тебя не спрашивает. Ну вот, наверное, часа два с половиной с ним сидели, разговаривали, но закончилось тем, что у мальчика слезы на глазах появились. Ну и мне, думается, он понял, что... И я ему сказала, что тут любовь. Мамина любовь. Вот ты должен то же самое, маму любить и свою семью, и приучаться к жизни. Ну вот смотрите, у нас сейчас опять же к теме интернета, да, дети очень социализированные, скажем так. Они сейчас очень легко идут на контакт друг с другом, они стараются в социальных сетях, вот они переписываются, что-то там где-то в каких-то сообществах собираются. У нас сейчас очень много каких-то странных сообществ, которые этим пользуются, скажем так. Да, у нас дети самоубийством жизнь заканчивают, у нас детей вовлекают во всякие запрещенные организации. И все это промывание мозгов идет, оно откровенное. У нас сейчас с этим вот что-то делается. Вот у нас на днях мальчик девятилетний спрыгнул, упал, столкнули, неизвестно. Но случаев сейчас предостаточно, да, самоубийств вот этих? К сожалению, против наших детей идет откровенная, открытая, жестокая информационная война. Это все признают, это так. Что я с своей стороны делаю в этом направлении? Как только что-то происходит, даже в процессе, когда мне говорят, что у ребенка есть шрамы, это говорит о том, что ребенок вовлечен в такую группу. Потому что, как специалисты рассказывают, чтобы дойти до точки роковой, ребенка очень тщательно к этому ведут. И сначала ему говорят, ты никому не нужен, у тебя не получается в школе, тебя там предки гнетут, вот таким образом. Да есть очень хороший выход. Ты взметнешь над небом, и все твои проблемы будут решены. То есть вот так подталкивают, подталкивают. Потом задают вопросы, головоломки. И если ребенок прекращает общаться, просто в силу, может быть, своей лени или нежелания, он не хочет решать эту головоломку, то говорят, нет, мы тебя выбрасываем. И его просто выбрасывают. Но другой приходит. Все, этот ребенок, будем говорить, спасен. А тот, который добивается, ему говорят, слушай, ты что слабак? Ну покажи, на что ты способен. Он там решает эти головоломки, идет дальше. Потом ему говорят, пишут, а что, ты не можешь у себя на руке показать кровушку? Или ты боишься? И вот тогда берут и делают такие царапины приличные. И если вот вовремя не остановить и не заметить вот такие случаи, ну что, закончится все очень плачевно. Поэтому у меня были примеры, когда вот мне сообщали о том, что у такой-то девочки, в такой-то школе, там то-то, то-то, то-то. И, конечно, меры были приняты. Дело в том, что я в таком случае тут же сообщаю в Роскомнадзор и Следственный комитет. Следственный комитет занимается всеми случаями гибели несовершеннолетних. Будь то суицид или какие-то другие причины смерти. Вот. А вот в части информационной безопасности тоже занимается Роскомнадзор. Поэтому мы с Динарией Надеждой Дикторовной очень тесно работаем. Я сообщаю ей материал, который у меня есть, или подозрения даже тут же проверяются. Но дело в том, что вот и Павел Алексеевич Астаков совсем недавно в совещании говорил, закрывают пять, допустим, сайтов. Я опять открываю. Но дело в том, что открывают восемь и десять на их место. То есть я прихожу к выводу, нам нужно настолько объединиться и родителям не думать, что с моим ребёнком ничего не случится, она у меня умная, хорошая, талантливая. Как правило, и уходят талантливые, умные и серьёзные очень дети. Они очень глубоко мыслят. Они глубоко мыслят, они все эти головоломки, они решают их. Так что надо просто объединяться и из поля зрения эту проблему не выносить. Не то, что группы надо закрывать, там людей вот этих надо закрывать. Очень трудно найти. Над этим работают. Эта проблема, она общероссийского масштаба, не только в нашем регионе. Наш регион как-то в этой части более-менее благополучный, более-менее. Потому что есть уже, вот у нас 5 суицидов за этот год, а есть уже по 35. С таким же населением. Да, с таким же населением. Да, Белгород, допустим, или Тула. В школах у нас делается всё для того, чтобы был заслон. Тут уже нечего сказать. Школа делает всё возможное. И как и положено. Заслон есть, там дети занимаются тем, только чем нужно по программе. А дома, во внеурочное время, у них, конечно, доступ свободный. Поэтому надо следить. Только родители могут проследить, чем ребёнок занимается, чем он увлечён и какими сайтами он увлечён. Екатерина Борисовна, лично от коллектива телекомпании благодарю вас, что пришли. Благодарим вас за ваш труд тяжелейший. Желаем вам успехов в вашей работе. Спасибо. Рады были. Спасибо, спасибо за приглашение. Обязательно будем ещё звать вас. Екатерина Борисовна Мухина, уполномоченная по правам ребёнка в Рязанской области, сегодня была у нас в студии. А это была программа подробностей. Мы благодарим вас за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова